Ну что ж, продолжаются наши соревнования и теперь прыжки в длину у женщин. Очень такой волнующий нас момент Лидия Алфеева на ваших экранах. Ну, что сказать? Надо сказать, что опытнее, наверное, человека в секторе трудно найти. Да, ну, во всяком случае, на этой Олимпиаде не было. Алфеева выступала 4 года назад в Монреале, причем была призером Монреальских игр. Бронзовым. Да. И надо сказать, что пробивалась она сюда и достойношим образом заслужила место здесь на Олимпиаде. Попала в команду, хотя соперницы в нашей сборной очень были достойны и приличны. Но вот это, вы видите, перевязанная нога у Лидии, конечно же, это очень сложная была подготовка к Олимпиаде. У нее на дне прыгуна в Санкт-Петербурге незадолго до начала игр была очень серьезная травма. Она дернула, была холодная дождливая погода, выступали все девушки, она дернула заднюю поверхность бедра. И, конечно, эта травма не дала ей, так скажем, стопроцентно подготовиться к уже финальным стартам Олимпиады. Отсюда вот такие прыжки. Ну, а это готовится к прыжку, наверное, самая стабильная все-таки вот тех лет прыгунья. Да, Татьяна Скачко. Украинка выступала достаточно стабильно. Результаты, в общем, показывала и за 7 метров. И, конечно, боролась за медали Олимпийских игр. Да, Таня к этому моменту была в прекрасной форме. Она была... Пожалуй, даже фаворитом. Да, фаворитом, да, можно даже так было сказать, потому что все результаты, так скажем, предваряющие Олимпийские игры, конечно же, говорили о том, что она вправе здесь бороться за именно победу Олимпийскую. Но надо сказать, что просто вот соперницы, приехавшие сюда, да, и Таня Колпакова, прекрасно подготовившаяся к Олимпиаде, это наша советская прыгуня. И, конечно же, Анита Владарчик и Зигрун Зигаль очень сильны, оказались. Бригитта Вуек из ГДР. Да, Бригитта Вуек из ГДР. Очень здорово подготовились к Олимпиаде. И, может быть, в какой-то степени даже вот, даже Таня, может быть, и не ожидала. 6,64 у нее в этой попытке. Но у нее есть лучший прыжок. За 7 метров. 1 сантиметр, да, в одной из попыток она показала. Сейчас мы смотрим последнюю попытку. И вот Анита Владарчик. У нее была одна из попыток за 7 метров очень далекая. Вы знаете, в район 7,20 улетела польская спортсменка. Но был миллиметровый заступ, и она так расстроилась, могла быть и победительницей. Но в итоге тоже очень хороший результат. 6,95 и она четвертая. Конечно, расстроена спортсменка, потому что с такими прыжками, с такой подготовкой она рассчитывала быть на пьедестале. Ну, а самые сейчас важные моменты, конечно же, как выступит в последней попытке Таня Колпакова. Там есть еще очень сильная девушка из Чехословакии Яна Негринова. Тоже традиционно сильны эти девчонки. Но вот это, конечно, попытка 6,95. Такая, я бы сказала, отчаянная. Потому что, конечно, то, что продемонстрировала Анита в четвертой попытке, это, конечно, не поддается описанию. Это был очень далекий прыжок. Я думаю, что если попадя она на планку, это была бы олимпийская чемпионка. Но, увы. Все равно это ее личный рекорд. В любом случае сюда на соревнования она приехала с более скромными достижениями. Но погода, кстати говоря, в Лужниках и сектор в прекрасном состоянии. Яна Негринова. Да, Негринова. Чешская спортсменка. Здесь она показывает 6,83. У нее был результат. Вот, я не знаю, добавила или не добавила. Такое ощущение, что это попытка чуть поменьше. Чуть похуже, нежели предыдущие. Мне такое ощущение, что 6,83 так и останется ее лучшим результатом. И, если это так и будет, то, наверное, это где-то шестое место, да, получится? Да, она останется шестой. Все отмечали. Да, 6,76 в этой попытке. Чуть хуже на 7 сантиметров. И она остается шестой. Ну, а сейчас в попытке готовится Татьяна Колпакова. Член сборной команды СССР. Из тогдашнего Фрунзе. Вот вместе мы с Татьяной готовились. К этой Олимпиаде фактически на всех сборах были. И вот момент истины для Тани. Очень далекий прыжок. Сейчас очень хотелось бы посмотреть повтори. Ну, народ тоже понял на тригуру. Идеальное попадание, судя по всему. Потому что у судьи даже так он немножечко впритык Тане попал на планку. Но дай бог, что все нормально. Даже был такой позыв красный флаг поднять. Но потом присмотрелся. Вовремя одумался. Да, попытка оказалась удачной. Ну, с этой точки не увидишь. Ну, здесь, да, очень сложно посмотреть попадание. Но прыжок, да, явно очень хороший. Далекий, да. Попала Таня, так скажем, в себя. Видите, скорость набрала очень высокую. Даже выскочила из ямы. Ну, и что здесь у нас, да. Зрители раньше, даже чем многие журналисты, могут определить, собственно говоря, результат своим. Своим, да. 7 метров 6 сантиметров. 7,06. Это лучший результат сегодняшнего дня. Ну, правда, еще не все решено, потому что у соперниц были еще попытки. И там грозная немка Бригитта Вуек. Да, она... И Зигрун Зигарль из тогдашней ГДР. Ну, это вот нам дают повтор. Ну, и, кстати... Планку мы здесь, видимо, все-таки не увидим. Ну, здесь вот видно, что прям, да, вот прям притык, может быть, да, была близка к нашлепке даже Таня, но... Очень хорошее приземление. Очень хорошо, да, совершила этот прыжок. Такой легкий, летящий, воздушный, далекий полет. Хорошо была настроена. Но Таня очень хорошо была подготовлена в течение всего времени. Поэтому, конечно же, здесь заслуженный вот этот прыжок. Ну, и мы смотрим Бригитта Вуек. Между прочим, она лидировала до сего момента. И... Тоже очень далекий прыжок. Прыжок далекий, далеко, далеко. Да, идеальное, можно сказать, попадание, просто идеальное. Даже мне показалось, что она заступила, кстати говоря. Сейчас посмотрим, что у нас на планке. Я бы даже сказала, что, наверное, более идеальное, чем у Тани. Если... Судья там. Если можно быть еще идеальней. Если можно быть еще идеальней. Давайте еще раз сейчас посмотрим. Ну, уперлась, потому что злая очень, волевая спортсменка. Да, здорово попала. Прыжок далекий. Тут даже не знаю. Но мне кажется, у Тани дальше было. Чуть-чуть. Да, здесь немножечко приземление подвело. Насорило, так скажем, в яме. Да, 7 метров 4 сантиметра у Бригиты Вуек. И она серебряный призер Олимпийских игр. Но вот, посмотрите, немецкие болельщики, в общем-то, тоже довольны, судя по флагам команды ГДР. Ну и вот последний участец это Зигрун Зигуль. Да, еще одна немецкая спортсменка. Но надо сказать, что здесь, в общем, да. Очень хорошей пятиборкой. И потом переквалифицировалась прыгунь в длину. Имела тоже результаты за 7 метров. Но явные недочеты, конечно, в технике. Вот видно, что приземление, скажем, она просто роняет ноги. Так я бы сказала, что сразу видно, что многоборка прыгает. Да, многоборка, совершенно верно. Все-таки у чистых прыгуней в длину. И по отшлифованию технические моменты. Вот смотрите, да, кто сейчас ноги уронит просто вот так. Ну здесь сразу видно, что это гораздо ближе, чем ее же соотечественница. Да, 6,87. И только пятое место. Только пятое место. На 4 сантиметра обходит она Негринову. Ну что ж, здесь Татьяна Колпакова, Бригитта Ивуек из ГДР и Татьяна Скачков. Все девушки за 7 метров. 7,06, 7,04 и 7 метров 1 сантиметр у Тани. Ну что ж, очень.